Еще один несчастный случай на водоеме зафиксировано в Ненецком округе. Совсем недавно в поселке Каратайка провалился под лед мужчина. Рыбалка в период становления льда стала для него настоящим шоком и уроком на будущее. По счастливой случайности на берегу стоял его сын, который помог выбраться пострадавшему. В больницу мужчину доставили уже без сознания. Ему была оказана первая медицинская помощь. Глава Ишарского сельсовета Дмитрий Вылко сообщил нам, что мужчина находится в отличном состоянии и помощь врачей ему не требуется. Стоит отметить, что любитель порыбачить 1938 года рождения. Специалисты МЧС напоминают, официально переход по льду разрешен при его толщине не менее 8 сантиметров. Для проезда снегохода толщина льда должна быть не менее 15 сантиметров, легкового автомобиля 30 и грузового 50. В этом году образование льда началось раньше обычного. Несмотря на кажущую прочность, Октябрьский лед хранит в себе множество опасностей, которые человеческому глазу просто не видны. Убедительная просьба не выходить на лед и в необорудованных ледовых переправах это может привести к трагедии. Особое внимание нужно уделить родителям своим детям. Потрясаться, где они гуляют и строго-настрого запретить им выходить на лед.